Всем привет, друзья! В прошлой серии мы провели с вами вместе полдня в Таиланде на острове Пхукет. Побывали на пляже, покатались вместе с вами на банане и провели обзор нашего номера. А сейчас смотри продолжение, самое интересное впереди. Поехали! Сегодня пацаны решили испробовать местную лапшу. В общем, это у нас лапша с мясом. Она горячая. А острая? Не острая очень. У тебя, мне кажется, губы распухли. Здесь красный перец. Она не очень острая, я пробовал. Она слабенькая, вот у Филиппа мега острая. Я не могу, я не могу. Ну-ка, Филь, давай. Возвращение, я попробую. Я не могу просто. Я не могу, она горячая. Давай, ты подуй. Она капец острая. Давай, я верю в тебя. Она горячая капец. Понятно, что горячая. Это же острая, пап. Горячая, острая. Это же тайская лапша. Сами хотели. Ну-ка. Ну как, Фил? Нормально? Серьезно? Она по вкусу, она по вкусу, как том-ям. Со вкусом том-ям. Держится пока, держится. Неси мне лапшу, я ее съеду. Нормально. Да ладно. Даже не идет дым изо рта. Но вот это острее гораздо. У тебя острее, чем у Кирилла. Оно острее еще раз острее. Кирилл, что, рот полощешь? Ну, капец, я же острый. Серьезно? Я не могу. Ну что, готов еще есть? Да. Или все уже? Нормально, в принципе. Ну что же, мы приехали вечером на ночной Пхукет. Сейчас будем кушать, гулять и не знаю, что еще делать. А, еще хотим мы сегодня... Куда сходить, Филя, ты хотел? На массаж полный. На массаж хотим еще сегодня сходить все вместе. Каждый на свой массаж. Видите, вот там море и такой уже закат красивый. Мама, а что бы можно покупать дальше? Вы видели здесь сколько байков? Здесь все ездят на байках. Да, у них такое движение, что все очень сильно любят байки. Они тут везде, повсюду. О, да тут везде Хонда. Вот Хонда. Вот Хонда. Ну, Хонда, это, видимо, самый популярный здесь. Автомобильная фирма Хонда основывалась на производстве байков. Это было я первая продукция до Первой мировой войны. Вот, смотри, какие клевые Хонды. Так, а это какое-то административное здание красивое. И мы здесь находимся перед Новым Годом. И посмотрите, здесь уже елочки. Елочки. Здесь тоже Новый Год. Несмотря на то, что очень даже жарко. Да. А вот магазин со всякими всякостями. Это бюро птичьих услуг. Бюро птичьих услуг. Если кто-то не понял, что Филипп сказал. Да, там очень сильно орут птицы. Этот звук, который вы сейчас слышите, это щебет птиц. Вот, послушайте. Вы слышите? Вот это дерево. Бюро птичьих услуг, как Филипп говорит. Все, пошлите дальше. Покажем здесь местные достопримечательности. Самая мощная тут достопримечательность – это еда. Да. Тайская вкусная еда, которую мы любим. Бюро птичьих услуг. Бюро птичьих услуг, да, осторожней. Давайте я покажу много крабов и живности. Живности, давай. Смотрите, какое здесь разнообразие. Я скатов не люблю. Это скаты? Да. А что, скатов тоже готовят здесь? Кальмары. Лобстеры. Кальмары. Кальмары. Где кальмары? А, вот кальмары, да. Кальмары. Креветки гигантские. Вот, смотрите, мой палец. Кальмары. Это королевская. Это не королевская, так это медведка какая-то. Мой палец, и это креветка. А тут вчера были очень, очень живые крабики. В общем, они сражаются. Где, где, где? Вон, сражаются. Усы, а сейчас с аквариума торчат. Они сражаются, а кто быстрее отсюда выплывет. Да. И это все едят. Кто быстрее попадет в рот. Ус оторван. Ну, так они дерутся тут. Эту всю живность можно кушать, смотрите. Идем, давайте выбираемся. Дальше идем. Не, ну, идем на рынок, показать, что здесь еще вкусненького. А пойдем в ту сторону. Пойдем, пойдем. Вот так это все здесь жарят и готовят. На вот таком мангале. Смотри, сейчас они приготовят вот эту вот каракатицу. Сминожку. А мы вчера ели... Вот елка, смотрите. Здесь тоже новый будет. Видите, везде там снеговик. О, Дед Мороз. Я, кстати, чувствую запах дуриана. Чувствуешь? Точно. Но это уже разрезанный. Нам не надо разрезанный. Нам надо запакованный. Так что, Филипп, мы в любом случае нашли дуриан. Обязательно потом попозже его попробуем. Потому что Филипп мечтает просто попробовать дуриан. Да, Филипп? Да. А, прямо тут осминогу заказать. Ты хочешь здесь? А там дешевле он вчера, Филипп был. Тут стоит 300 бат, а там 100. Может, креветок попробуем? Может, попробуем. Смотрите, какие штучки есть. Прикольно. Саватика. Рыбка. Мы вчера такую ели рыбку. Курочка. Ну что будем? Что уже? Мы уже почти все попробовали. Вот осьминог. Вот это в какой-то непонятной заливке они. Давайте попробуем вот такие маленькие осьминожки, шлычки. Да? Вчера мы пробовали большого осьминога, сегодня маленького. Давай покажем. One this, please. One this. Жареный крокодил. Ты будешь крокодила? Я буду курицу. Опять курицу? Курицу. Курицу можно и дома поесть. Надо что-то экзотическое здесь есть. Это экзотическая курица. А, экзотическая тайская, да? Да. А это что такое? Не видела? Это что? Это традиционный тайский десерт. Сладкий стик. Рис на кокос в молоке. А, сейчас выберем какого-нибудь осьминога или тарелку с креветкой. Но миди я не хочу здесь есть. А что они? Осьминожку. Ничего не понравился миди. Смотрите, он ее так разделывает. Разделывает и потом поджарит. Что, Афин, ты хотела спросить? Что, что? Я хотела засянь, как нам будут поджаривать крабика. Крабики, крабики, крабики. А, ты креветки хочешь? Сейчас, сейчас. Покупай пока, Фили, креветки, а я схожу, посмотрю, как готовят осьминога. Мне тоже хочу осьминога. Так одного нам хватит вот так. Посмотрим, как он его режет. Оп. А, он его на сковороде. Вот, Филипп уже заказал тебе креветули, да? Сейчас будет готов наш осьминожек. Я пойду, посмотрю, на какой стадии он готов. Кипит, и занимай стол. А теперь курица. Иди к курице пока. Так, ну-ка. О, это наши осьминожки уже готовятся здесь. Курица. Курица, пошли. Да, пошли. Так, мы заказали с Кириллом two chicken. Ой, four chicken, да? Four? Да. Четыре курицы и two crocodiles. Вот, крокодилов мы с ним заказали. Кто не видел, как выглядят тайские деньги, смотрите. А это тысяча бат. Ты хочешь сам за себя заплатить? Нет, они называются бат. Баты, да. Это тысяча. Это вот Кирюха будет сегодня мажорить на тысячу бат. Тысяча двадцать. А, еще двадцать бат, да. Вот вам, пожалуйста, осьминог. Это осьминог. А это тебе, Кирилл, еще за курицу заплатить. Иди, жди. Курицу, крокодил, сам оплатишь. Нормат? Очень жирные. Почему? Потому что в масле и в панировке жареные. В масле? Понятно. Лучше брать в чесночном соусе жареные. А мы будем себе что-то заказывать? А мы сейчас здесь чуть-чуть поклюем и пойдем дальше. Может, еще что-нибудь найдем. Хорошо. Крокодил энд чикен. Крокодил энд чикен. Все. Всем приятного аппетита. Спасибо. Очень вкусно. А я ем крокодиловый шашлык. И мне тоже очень вкусно. А из напитков мы любим кокос натуральный. Давайте покажем подписчикам внутри кокоска. Вдруг кто-то не видел. Вот такая вот мякоть там, из которой делают кокосовую стружку. И вот такая. Это кокосовую стружку от бабунти. Бабунти. А вот это вот само кокосовое молоко. На самом деле оно прозрачное. Видите, какое? Как водичка такая вкусненькая. Где-то я съел перца острова. Нормально. Заказал? Да. Что заказал? Манго плюс пасовый. Перевожу. Манго плюс маракуйя, да? Да. Тебе один? Что мы делаем? Смотри, накладывали. Вначале манго наложил. Налил какой-то сироп. Воду. А манго он еще добавил? Манго, да. Манго. Что, Филипп? Сейчас. На, рассчитывайся. На. Вот. Так, отсчитай. Пятьсот. И еще десять надо. Нет, пятьсот. Держи, Филипп. Ой, Кирилл, держи. Заказывай то же самое. The same, please. The same one. Смотрите, какой красивый Дед Мороз в Санта-Клаус. И елка какая красивая. Все классные. Короче, Кирилл с Филиппом решили себе купить спиннеры. Не знаю, зачем они им нужны. Филипп на Кирилла посмотрел и тоже начал. Покажи. Вот такой спиннер. Покажи, убери руку, покажи. А у меня вот здесь чужой. О, точно, нифига. Ну и че, покажи, как он крутится. Я думала, что эти игрушки уже устарели, нет? Нет, они до сих пор вот такие плевые. Помоги. Да, конечно. Все, пошлите. А вот это самый популярный магазин в Таиланде. Типа нашей пятерочки. Seven Eleven. Seven Eleven называется. Пойдемте. Сейчас посмотрим, что здесь продают. Типа нашей пятерочки. Почему нельзя? Так, косметика, закуски. Все, видите, всякие азиатские пончики. Всякие снеки. Вы помните, мы на дереве видели, росло вот это вот этот фрукт. Называется хлебное дерево. Клубника, смотрите, высушенная. Почему? А, это дуриан высушенный. Давайте, не думайте. Давайте. Ребят, ментоса у нас полно. Смотрите, я еще не пробовала такой ментоса никогда. У тебя только что живот болел. Положи ментос обратно. Нет, я возьму. Только не сегодня будешь есть. Ментос вкусом просто так. Смотрите, какие прикольные упаковки с конфетами. Нет. Нет, ни в кого. Кирилл, у тебя только что живот болел. Я тебе все равно не дам сейчас это есть. Все, какие прикольные печеньки. Типа наших Орео. А, ну вот, кстати, похоже на Орео. Только не Орео. Чипсы. Чипсы с каким-то... Кто это? В общем, ребят, смотрите, я нашел три новых ментоса, которых я не пробовала. Ментос какой-то Сода Микс. Ментос Фанта вообще никогда не видел. И Сода Рейнбол. Радуга. Рейнбол, да, это радуга. О, смотрите, гигантский. Смотрите на Филиппа и на... У тебя, у тебя не влезет, не влезет в тебя это. Нет, это голова моя. А вот еще с кеми... А, это фигурки динозавриков, смотрите. Томат. Представляешь, что это лава-лава? Вставите. Да нет, лава-лава тут точно нет. А мне вот нравится в Таиланде вот это вот молочко. Прикольное молочко, вкусное. Так, что еще? Так. А, ну это чипсы, как у нас, ничего особенного. А это, смотрите, что такое. А, это рыбка какая-то. Да, рыбка, да. Рыбка. Ой, прикольное что-то тоже. Муха-муха. Ой, это вместо чипсов можно есть. Ага. Это нори. Но только мне нельзя. Ну да. Корейцы или вьетнамцы, я не знаю, кто это. Смотрите, здесь можно, вот видите, вот это вот. Это что такое? А, типа собирать. А, собирать. Ну все, пойдемте, пацаны. Вот это мы знаем. Ну самое клевое, что и маленькие. Потому что здесь есть оригинальная кола. Ну да. Перед массажем обычно моют ножки. Моют ножки, чтобы чисто лечь и чистым ножком делать массаж. Да? Хорошо, что не моют все тело. Да, Филька? А то могли бы все помыть. Всего же тела массаж-то будет. Ой, люблю. Так, пацанов уложили. Мы тоже ложимся на массаж. Все, увидимся после массажа. Крюф тебя почти не видно там. В общем, сейчас будет массаж всех. В одном видео так все и не покажешь. Ребят, обязательно смотрите следующее видео из Таиланда. Мы покажем, как мы отметили тайский Новый год. Наконец-то попробовали дуриан. И эксклюзив только для подписчиков. Покажем тайские домики. И это еще не все. Подписывайтесь и не пропустите следующее видео.